Допустим, вы живете в спальном районе Москвы, где-то у МКАДа или даже в Замкадье. Ваши предки или вы сами много лет ждали метро, и вот, наконец-то, оно у вас рядом с домом. И тут вдруг я, Евгений Матусов, автор канала «Постметро», хочу, чтобы по пути на работу или учебу вы из вашего родного метро вышли и сделали пересадку на МЦД. Наверное, вы покрутите пальцем у виска. И действительно, мы все привыкли к тому, что на МЦД строятся дополнительные платформы, пересадочные узлы для того, чтобы пассажиры в основном из области как раз пересели на метро, чтобы проехать дальше в центр. А тут наоборот. Да, пересадка на МЦД бесплатная. Но есть ли вообще такие маршруты, когда пересесть из метро в МЦД по пути к основным рабочим местам в пределах МЦК на севере и БКЛ на юге, было бы выгодно? Оказывается, да. Сегодня мы посмотрим на такие маршруты с учетом не только первых двух диаметров, но и МЦД-3 и МЦД-4, которые вот-вот начнут работать. И даже выберем топ-3 таких маршрутов. Что ж, поехали. На новую станцию Минская МЦД-4 жители новопеределкиной рассказовки могут пересесть Солнцевской линии для того, чтобы проехать Кутузовской, Беговой, Белорусскому вокзалу, Савеловской. А вот в Москва-Сити, а значит и на Филевскую линию, они смогут попасть и под землю. Также, если кто-то из них работает в районе Киевского вокзала, по старой привычке, то на Минской, возможно, имеет смысл сделать пересадку, чтобы доехать туда по земле, а не пытаться влезть в переполненный поезд Арбатско-Покровской линии на Парке Победы. Ведь на Киевском, или, как теперь надо говорить, Калужском направлении, часть поездов МЦД-4 по-прежнему будет иметь конечную на вокзале. Жители Орехова-Борисова натерпелись недавно без нормального метро, поэтому вряд ли кто-то из них, спустившись в подземку, скажем, на Домодедовской, выйдет из нее уже в Царицыно и сядет там в поезд второго диаметра. Ну, разве только, если такой человек работает где-нибудь в перерве или в текстильщиках. Или, скажем, учится на управленцев Выхина. Тогда такой вариант может быть по времени примерно равен поездке на БКЛ, но можно будет избежать давки на перегоне от Царицыно до Каширской. А вот житель Жулебина вряд ли выйдет в текстильщиках в час пик. Толпа в вагоне его просто не пропустит. Поэтому в качестве примера возьмем пассажира из Кузьминок. Он едва влез в поезд, за ним кое-как закрылись двери, поэтому в текстильщиках он с облегчением выходит и едет к площади Ильича или на Курский вокзал по МЦД-2. Ну, или выходит уже раньше, на Новохохловской. Это единственный быстрый вариант попасть на МЦК Стаганско-Краснопресненской линии. Похожим образом, с недавних пор может поступить и житель условного Марьина, пассажир Люблинского радиуса. Выйти в печатниках, чтобы сесть на МЦД-2 и доехать до МЦК на Новохохловской. Пересадка по земле не самая удобная, но все же короче, чем на Дубровке. Поэтому для поездки особенно на Восток МЦК в район Черкизовской такой вариант вполне приемлем. Если же вернуться к Жулебенцу, то и в Выхино ему вряд ли дадут выйти из поезда, чтобы поехать по МЦД-3 в сторону центра. Да и не очень-то это и нужно. До Рижской почти по той же трассе проходит большая кольцевая линия. И только если наш условный Жулебенец работает, скажем, в телецентре в Останкино, ему имеет смысл ехать по третьему диаметру. Так же, как и пассажиру из Некрасовки, который работает в тех же краях, стоит только разница, что он или она пересядет на МЦД-3 на станции Косино. У жителя Нового Косино также есть возможность пересесть на МЦД-3 на авиамоторный. Но и здесь это имеет смысл только если место его работы Останкино или Петровско-Разумовско. А вот на площади Ильича появляется возможность, хотя и не самая короткая, попасть в Москва-Сити с одной только пересадкой на серп и молот. Увы, попасть туда с Калининской линии совсем без пересадки нельзя будет, еще бог знает сколько времени. Ну а с помощью МЦД-2 с Калининской линии можно доехать в район Дмитровской. Там тоже есть рабочие места, а проехать туда с одной пересадкой только в метро так же не получится, так как пересадки между серой и желтыми линиями нет и по официальным планам не будет никогда. С северо-сокольнической линии пересаживаться на МЦД имеет смысл только на площади 3-х, на Каланчевской. Но в основном только чтобы проехать к той же Дмитровской или же в противоположную сторону к площади Ильича. Медькова МЦД-3, конечно же, не вариант, по-любому будет быстрее по БКЛ. И пассажир с севера Калужско-Рижской линии также вряд ли воспользуется МЦД-3, тем более что до дальней его платформы Рижская даже по будущему конкурсу топать и топать. А вот пересадка на Рижской на МЦД-2 и МЦД-4 дает возможность быстрее, чем на метро, доехать до Каланчевской, Курской и до Серпа-Молота или площади Ильича. Ну и в другую сторону уже сейчас можно добраться до Дмитровской по МЦД-2. А вскоре станет возможна поездка по МЦД-4 аж до Кутузовской или как минимум в Москва-Сити до Тестовской. Такая поездка станет привлекательной, когда закроется ответвление БКЛ от Хорошевской до Делового центра. А вот пересадка с Люблинско-Дмитровской линии на МЦД-2 и МЦД-4 в Марьиной роще наземная и довольно длинная, поэтому вряд ли ею кто-то будет пользоваться. Тем более что сама линия на восток идет туда же, куда и оба этих диаметра. А для проезда в тот же Деловой центр лучше сделать пересадку уже на Окружной, на МЦД-1. А если надо на Кутузовскую, пересесть потом на МЦД-4 на Белорусском вокзале или Беговой. Также могут поступить и жители Алтуфьева и Биберева. Им уже скоро станет отрадно, когда будет закончена перестройка Тимирязевской, где они также смогут сделать удобную пересадку на первый диаметр. Ну а уже сейчас у них есть возможность пересесть на МЦД-2 на Дмитровской, если им надо доехать до Голончевской, Рижской или Марьиной рощи. Это если они не хотят воспользоваться самым длинным эскалатором станции БКЛ Марьиной рощи. Когда же платформа Петровско-Розумовская МЦД-3 будет перенесена ближе к метро, они и их соседи с Селигерской и Яхромской смогут, правда тоже поднявшись по довольно длинному эскалатору, сделать пересадку на третий диаметр, чтобы доехать до Рижской, Медьково, Электрозаводской или даже Авиамоторной. Будет ли это быстрее, чем через Большое Кольцо, думаю, вы скоро узнаете из очередных гонок, которые готовят для вас мои коллеги транспортные видеоблогеры. Интересно, что МЦД-3 может стать стимулом для пассажиров станции за Москворецкой линией Беломорская, а может и даже речного вокзала, чтобы поехать в час пик, условно говоря, в противоход до Ховрина, и оттуда уже ехать в сторону Петровско-Розумовской и далее вплоть до Электрозаводской. Все-таки третий диаметр здесь прямой и обещает быть быстрым. На западе Москвы даже более медленный второй диаметр уже сейчас, думаю, привлекает некоторых жителей Тушино, так как дает возможность проехать с одной пересадкой до Дмитровской, Рижской, а с недавних пор и до Марьиной Рощи. И, конечно же, Щукинская – это более современный и комфортабельный вариант такой пересадки, чем Тушинская. Для жителей Митина подобная пересадка на тот же МЦД-2, но на Волоколамской уже менее привлекательна, так как пешочком там нужно пройти немало. Но, с другой стороны, так как Арбатско-Покровская линия идет в центр далеко не по прямой, думаю, этот вариант не так уж и плох. Коротко можно упомянуть и станции Филевский парк, и Пионерская Филевская линия. Местным жителям вообще не нужно спускаться под землю, чтобы быстро доехать до Москва-Сити, то есть до Тестовской, или до Беговой или Белорусского вокзала. Надо лишь сделать пересадку на МЦД-1 на станции Фили. Наконец, подходим к тройке лидеров. Самые востребованные и удобные пересадки с метро на МЦД в утренний час-пик по версии канала Постметро. Третье место. Вариант для жителей Некрасовки, который имеет шанс стать популярным. Некрасовская линия заканчивается тупиком на Нижегородской, но здесь можно сделать пересадку на МЦД-4, причем не выходя на улицу, по ставшему модным принципу «сухие ноги», и доехать по поверхности до Серпа и Молота, Курского вокзала или Каланчевской. Далее быстрее будет уже по Большому кольцу. Второе место. Славянский бульвар. Жители, скажем, Крылацкого, уже сейчас могут здесь сделать бесплатную и короткую пересадку на МЦД-1, также не выходя на улицу, и проехать до Москва-Сити, Беговой, Белорусской и Савеловской. Нет необходимости пересаживаться на БКЛ по узким мостикам Кнутцевской и делать потом еще пересадки с Большого кольца на другие радиусы метро. Наконец, первое место. Это Беговая. Допустим, вы тот же житель Тушино или Щукино, если вы выйдете из метро на Беговой, то у вас есть большой выбор. МЦД-1 или МЦД-4 до Тестовской, а четвертый диаметр еще и до Кутузовской. Или в другую сторону поезда МЦД до Белорусской и Савеловской. И главное, так как тут будут сразу два диаметра, интервалы движения будут очень маленькие, как в метро. Ну а пересадку обещают опять-таки по типу Сухие ноги в едином конкурсе. Вот только бы построили ее поскорее. Жду ваших лайков, подписки и особенно комментариев. Если вы уже пересаживаетесь с метро на МЦД по пути на работу или учебу, обязательно напишите, где и как вы это делаете. Всем хороших и удобных маршрутов и до встречи в эфире.